Дэниел Киз В этой книге нам расскажет актер Саровского драматического театра Александр Полеха. Главный герой книги – умственно отсталый молодой мужчина 32 лет, который добровольно соглашается на операцию по улучшению интеллекта. До этого Чарли вел вполне обычную жизнь, несмотря на то, что он умственно отсталый. Днем работал в пекарне уборщиком, а по вечерам ходил в школу для умственно отсталых три раза в неделю, организованную при университете, в котором занимаются изучением особенностей функционирования мозга и в том числе проводят эксперименты по улучшению интеллекта, пока только на животных. После успешной хирургической операции на мозге мышь по имени Эл-Жернон, в честь которой и названо произведение, начинает демонстрировать, стабильно демонстрировать, незаурядные интеллектуальные способности. И поэтому руководители проекта, профессор Немур и доктор Штраус, решают провести эксперимент на человеке. Единственное, осталось определиться с кандидатом. И вот в один прекрасный день по рекомендации у учительницы по имени Алиса Кинниан, которая преподает в школе для умственно отсталых, руководители проекта выбирают именно Чарли Гордона, так как по ее словам Чарли искренне хочет учиться и старается стать умным. Однако перед этим Чарли необходимо будет пройти несколько психологических тестов, а также начать записывать свои впечатления в особенный дневник. Поэтому книга и выполнена в форме отчетов. Этот достаточно простой, но в то же время действенный художественный прием позволяет проникнуть в жизнь Чарли Гордона и пройти все этапы развития его умственных способностей, начиная от слабоумия и заканчивая гениальностью. Так как, например, до операции отчеты Чарли похожи на рукопись какого-нибудь пятилетнего ребенка. То есть мысли его хаотичны, слова пишутся неправильно, никакого намека на пунктуацию. Вообще я не очень люблю говорить о чем конкретное произведение, потому что в настоящем произведении искусства затронуты абсолютно все темы жизни. Причем они затронуты не специально. И если говорить о цветах для Элджернона, на мой взгляд, главные темы, которые подняты в этом произведении, это кто такой человек и что делает человека человеком. Это произведение, на мой взгляд, о несправедливости. Почему кто-то рождается с какими-то ограниченными возможностями, а кто-то рождается без них. Более того, например, человек рождается красивым, умным, и ему открыт весь мир. И вот почему этот человек считает себя выше другого. И поэтому «Цветы для Элджернона» одно из самых сильных произведений, которые я читал в своей жизни. Несмотря на то, что это научная фантастика, на то, что книга написана в 60-х годах, она ощущается абсолютно современно. И я считаю, что каждый думающий и чувствующий человек должен ознакомиться с этим произведением. Этот эксперимент много раз ставился на животных, но ты будешь первым человеком. Я сказал ему спасибо, док, вы не пожалеете, что дали мне второй шанс, как говорит Мискинин. Честное слово, после операции я постараюсь стать умным. Я очень постараюсь. Дэниел Кис, «Цветы для Элджернона». «Цветы для Элджернона» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова